тут я перенес интернетовскую эту штуку которая в гараже была провод потом куда-то спрячется просто завтра будут натягивать потолки чтобы они аккуратненько все это сделали потом надо будет прятать может кабель-канал под цвет такой покрошу спрячу тут внезапно пришла такая идея чтобы вот этот кабель не мудрить я его сейчас обратно уберу в гараж а потом просто вот здесь просверлю блок туда и заведу с той стороны запеню это отверстие и выйдут и все эти кабели вот здесь вот ничего не видно столом закроется вот этой порнографии не будет есть у меня вот такое сверло волшебная стены сверлить ну и перед тем как сверлить в доме думаю попробую здесь блок в принципе он нормально сверлить аккуратненько отверстие все пойду стен дырявить сверли будут в этом уголке ну что попробуем аккуратненько так надо наверно пылесосик включить сразу регуруйте плане 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 такие и Готово. Отлично. Сейчас просунем все провода и никаких соплей. Все аккуратно, ничего не видно. Нам сделали потолок вот такой красоты, матовый, матовый беленький в двух комнатах, в этой комнате и в этой комнате. Фонарики решили не делать, тут миллион этих фонарей, повесим какую-нибудь такую светодиодную люстру, у них сейчас красивые есть. Уже полы мы или босиком ходим, две комнаты полностью готовы к проживанию. У нас на днях ветер сильный был, а нас дома не было. Вот этот замок я не повешал, чтобы не разбалтывало. И ворота немножко опять разболтало. Вылез шурупчик, здесь маленько отогнул. И вот в этом месте, туда-сюда их шатало-шатало, тут аж яма сблинулась. Давно хотел сделать, но время уже пришло трубу вбить в землю, чтобы штырь вот этот заходил в трубу и не шатался. Да, трубу нашел в гараже. Но всю, конечно, не буду забивать. Половину, наверное, отпилю и заколочу. Зажмут тиски. Да, отпилю ножовкой ручной. Погреюсь. Труба готова. Примерим и забьем. Примерим и забьем. Готово. Теперь хоть не будет расшатывать особо. Я на террасе грушу повесил, визит. Груша нельзя скушать. Но маленько не подрасчитал с толщиной вот того крепления. Вроде бы оно толстое такое, но после небольшой эксплуатации погнулось. Плюс еще цепь, когда груша раскачивается, цепь вот здесь вот маленько втрет дерево. Поэтому купил я крепление еще потолще. И вот такой уголок я его туда прикручиваю и через вот это отверстие закручиваю крепление. Должно быть получше. Выкручиваем погнутый вариант. Прикручиваем уголок. Уголок прикрутили, соседи там траву пидать. Сюда вкручиваем само крепление. Заход маленько сделаю. Чтоб легче закручивалось. О, пошла. А теперь крутим. Закрутил под самое основание кольца, чтоб нечем угнуться было. Надеваем карабинчик. Срезьбой с двух сторон. Фиксация надежная. Готово новое крепление. Думаю, будет держаться нормально. У нас груша постоянно шевелится. Как в фильмах ужасов. Качается, да. Хотя на улице ветра вот в данный момент вообще никакого нет. Полный штиль. Пока стоит у нас хорошая погода, решил я доски на террасе покрыть пропиткой. Вот такую я покупал баночку. Потому что до террасной доски дело еще не скоро дойдет. А покрыть, защитить надо. Да и покрасивее будет смотреться. Освобождаю половину террасы. Потом здесь подметаю. И быстренько валиком пройдусь. Открываем пропитку. Открываем пропитку. По идее, должно хватить. Ну и хватит маленькую баночку докупил. Одеваю наколенники, чтобы удобнее было ползать. И вперед. Доброе утро. Продолжение следует... Продолжение следует... я летом забыл снять как это выглядит все покрашено сейчас зима только что снег подмел поэтому остатки еще снега ну а так в принципе вот так выглядит покрашенная терраса мы тут диванчик удобный поставили все заметен и метель только что было он самолеты летит уже который не знаю 5 на 6 видать полетели куда-то